С 10 января 2024 года открыто движение автотранспорта колесных автомобилей общим весом до 10 тонн по ледовой переправе в город Амурск, село Вознесенское. Но многие пренебрегают правилами переезда, рискуя своей жизнью и жизнью своих пассажиров. В настоящее время в Хабаровском крае успешно функционирует 31 ледовая переправа. Одной из них является переправа Амурск-Вознесенское, расположенная в нашем районе. Каждая из переправ имеет свой определенный режим работы и порядок пропуска машин. Уважаемые жители Амурска и Амурского района, с 10 января 2024 года открыта ледовая переправа для автотранспортных средств общим весом до 10 тонн. Постановлением администрации Амурского муниципального района установлен режим работы с 8 часов до 20.00. На каждой ледовой переправе существует строго определенное место для движения, которое ограждено вехами, указывающими правильное направление проезда. Кроме того, на съездах также установлены необходимые дорожные знаки, включая те, которые информируют об ограничении скоростного режима. Благодаря этим мерам безопасности участники дорожного движения могут четко ориентироваться на ледовой переправе и соблюдать все необходимые правила. Ограничили время до 20.00 в связи с тем, что очень часто люди в ночное время пытаются пересечь Амур по этой переправе и не видя дорогу из-за каких-то осадков, снега, метели, могут заехать не туда, не в тот поворот, либо забуксовать где-то еще в сугробе в каком-то. Эти случаи были уже не идентичны они. И ночью не всегда помощь может отыскать место, где человек, допустим, попал в какую-то ситуацию. Вот как сейчас мы видим этот пример и не знаем, какой там под ним толщина льда, какое там течение, есть ли лед. Сохранение порядка и соблюдение всех правил на ледовой переправе – важный аспект обеспечения безопасности участников дорожного движения. Поэтому водителям необходимо соблюдать все приписания и советы, представленные на знаках и информационных стендах, чтобы избежать возможных происшествий и обеспечить гармоничное и безаварийное движение на ледовых переправах. Нельзя допускать превышение грузоподъемности переправы. Необходимо соблюдать допустимую скорость движения, знаки приоритета, указательные знаки и минимальную дистанцию между автомобилями. Нельзя двигаться по ледовой переправе в сильную метель, а также по встречной полосе движения. Нельзя пользоваться несанкционированными съездами на ледовую переправу. Они никем не обследованы, и экономия времени может обернуться потерей автомобиля или человеческой трагедией. Нельзя бурить лунки и заниматься рыбной ловлей на полосе для движения автотранспорта. Но часто люди пренебрегают этими правилами и оказываются в ситуациях, которые несут опасность их жизни. Кроме того, жители Амурского района используют для переезда несанкционированные съезды. На протяжении береговой линии существуют несанкционированные выезды на лед, по которым очень часто люди пытаются пересечь, минуя официальную ледовую переправу. В декабре 2023 года был случай, когда такой автомобиль где-то на 300 метров здесь ушел под воду. Автомобиль так и стоит, там хорошо люди успели спастись оттуда без жертв. Ситуация какая? ТЭЦ во время сброса горячей воды все течение идет вдоль берега. Образуются проталины. Чем больше мороза, тем чаще они сбрасывают горячую воду. Соответственно, лед становится тоньше. Люди не ценят свою жизнь и здоровье. И пытаются сократить выезд до официальной трассы буквально на 10 километров. Это буквально 15 минут. В зимний период наблюдается постоянная изменчивость структуре и толщине льда на водных объектах. Такие изменения возникают под влиянием различных факторов, включая течение, ветровую нагрузку и другие природные явления. Именно поэтому важно понимать, что ходить или передвигаться на снегоходах и другой техники по несанкционированным ледовым переправам может предоставлять серьезную угрозу для жизни и здоровья. Слабое место на льду может быть даже не видно, поскольку оно может быть скрыто под слоем снега или просто быть непредсказуемым и нестабильным. При подъездах к несанкционированному выезду на лед создаются такие специальные искусственные преграды для того, чтобы население немножко оградить от этого, чтобы все дороги вышли все-таки на официальную переправу. Необходимо строго соблюдать предосторожность и не подвергать себя ненужной опасности, избегая несанкционированных ледовых переправ. Ведь никто не хочет стать жертвой неожиданности и главное сохранить свою жизнь и здоровье. Уважаемые граждане, не пренеберегайте правилами пользования ледовой переправы, берегите себя и своих близких. Ирина Арабинская, Иван Маноленко, Игорь Кузнецов, телеканал Амурск.